Ифтар с богатым столом после долгого поста в Рамадане может исказить стремление к здоровому питанию, но при правильном подходе, основанном на использовании свежих ингредиентов, пост может оказаться благотворным для здоровья. Вот несколько советов правильного питания в этот священный месяц. Начинайте свой прием пищи с фиников. Они предоставляют углеводы для долгосрочной энергии, регулируют пищеварение и содержат важные минералы, такие как магний и калий. Магний и калий играют важную роль для здоровья. Магний необходим для более 300 биохимических реакций в организме, включая поддержание здоровья мышц и нервов, а также укрепление костей. Калий регулирует баланс жидкости, участвует в передаче нервных импульсов и контролирует сокращение мышц, что важно для поддержания здоровья сердца. Оба эти минерала особенно ценны в рационе, и финики являются отличным источником обоих. Предпочитайте продукты. Такие как свежие фрукты и овощи для увлажнения организма. Ограничьте употребление соленых продуктов, консервов и соленых орехов, избегая излишней потери влаги. Оптимизируйте рацион, предпочитая менее приправленные блюда, чтобы не стимулировать чрезмерную жажду. После долгого голодания во избежание стресса для организма старайтесь ограничиваться в объеме пищи. Начните ифтар с фиников и жидкости, добавляя постепенно суп и салат. Дайте организму время подготовиться, не переедая, ведь это может вызвать проблемы с пищеварением и дискомфорт в желудке. Теплый суп на начало ифтара обеспечит организм питательными веществами, готовя его к более плотной пище. В свой рацион включите крупы, грудку, нежирное мясо, рыбу, оливковое масло и фрукты. Откажитесь от жареного, соленого и жирного. Мясо, бобовые, яйца и молочные продукты богаты протеинами. Следует в день употреблять хотя бы один из этих продуктов. Старайтесь снизить потребление кофе в Рамадан, дабы избежать головной боли и бессонницы. Сладкое после ифтара вызывает вздутие живота и ухудшает пищеварение. Кроме того, это увеличивает уровень глюкозы в крови, что приводит к еще большей потребности в сладком. Поэтому рекомендуется употреблять сладкое по прошествии 2-3 часов после ифтара. Но лучше всего заменять сладкое более полезным сладкими финиками, сухофруктами, цукатами. Соблюдайте трехразовое питание. Деля основной прием на три части, употребляйте сложные углеводы, нежирное мясо или рыбу, а также овощи. Такой подход обеспечит здоровый и сбалансированный рацион.